За весну Россия исчерпает все ресурсы для войны. Такой прогноз украинской разведки. Россия потратила огромные объемы человеческих ресурсов, вооружения и материала. Ее экономика и производство не в состоянии покрыть эти потери. Они изменили свою военную цепь командования. Если весной этого года российские военные не смогут достичь цели, то у них не останется военных инструментов. С этим согласны и военные эксперты. В первую очередь России некем воевать, если говорить о профессиональных военных. Ресурс должен быть качественным и профессиональным. А этого ресурса абсолютно профессионального и качественного уже не осталось в российской армии. И мобилизовать подобные аналогично невозможно. Его следует готовить. А на подготовку должны уходить не просто месяцы, а даже года. Если мы говорим, например, о нижнем офицерском звене, о среднем офицерском звене. Неким и нечем воевать. Ведь исчерпала себя и российская военная индустрия. Рядовые захватчики постоянно жалуются на нехватку боеприпасов. Хотим поздравить девочек из Министерства обороны с их праздником, с 8 марта. Пока они прячутся за юбками у своих жен и любовниц, наши бойцы штурмуют Артемус. Министерство обороны перекрыло нам каналы поставок боеприпасов. Сегодня Россия делает около 15 тысяч артиллерийских выстрелов в сутки. Это в несколько раз меньше, чем год назад, в начале полномасштабного вторжения в Украину. Тогда выстреливали до 70-80 тысяч снарядов. Май. Это будет менее 10 тысяч выстрелов. И я не исключаю, что вообще в середине лета, где-то к июлю, российские оккупационные войска выйдут на совершение выстрелов в сутки исключительно из-за расчета их производственных мощностей. То есть, что могут произвести, то и будут выстреливать. Это опять-таки в пределах 4-5 тысяч выстрелов в сутки. Если, конечно же, они не получат поддержку снарядами от какой-то третьей стороны. Правда, на ситуацию повлияла тайная поставка из Ирана. Оттуда стране-террористу отправили 300 тысяч снарядов. Но это несущественно изменит ситуацию. А только на пару десятков дней отложит неизбежный острый дефицит артиллерии. Об этом говорит и американское разведывательное сообщество. России пока не хватает боеприпасов и войск, чтобы в 2023 году получить значительные территориальные достижения в Украине. Если Россия не инициирует обязательную мобилизацию и не обнаружит значительные поставки боеприпасов из третьих стран, ей будет все сложнее поддерживать нынешний уровень наступательных операций в ближайшие месяцы. Проблемы у Российской Федерации не только со снарядами, но и с тяжелой техникой. Новые танки они не смогут производить в необходимом количестве. Они могут только снимать с консервации и хранения. Аналогичные ББМ, БТР, БМП и так далее. Мы видим, как они сейчас загоняют в большом количестве в зону боевых действий БТР-50П. В 50-х годах уже давно себя отжившая боевая машина. Но если сегодня у путинского режима еще нашлись деньги, чтобы наличными оплатить тайную поставку снарядов из Ирана, то в скором времени финансовых ресурсов не будет. За первые два месяца 2023 года Путин уже исчерпал запланированный на год дефицит бюджета. За январь-февраль этот показатель достиг 34 миллиардов долларов, то есть больше 2,5 триллионов рублей, сообщает Блумберг. 3 триллиона они как бы заложили в госбюджет свой. Январь месяц 1,8 триллиона дефицита. За январь-февраль 2,53 триллиона 530 миллиардов российских рублей. И этот дефицит будет расти. Вместе с тем стране-агрессору в 2023 году KSC Institute прогнозирует усугубление рецессии, рост фискального давления и ослабление курса рубля. Санкционное давление не просто остановит экономический рост России, но буквально загонит ее в тупик. И вопрос даже уже не в росте экономики, а в элементарном выживании. Путину уже необходимо сокращать бюджет. Сокращать это особенно нечего. Можно сократить социальные программы, но 2024 год это год выборов. А основное электоральное ядро, которое голосует за нынешнюю российскую власть, это 45+. А они все очень жестко сидят на социальной помощи. Если же такая тенденция с дефицитом бюджета сохранится, то уже к лету в России будет бюджетная катастрофа. По сути, Россия не сможет оплачивать войну. Любые ресурсы оплачиваются из бюджета. Потому когда я говорю про бюджет, это в первую очередь то, что в реальной действительности оплачивается. С колоссальным бюджетным дефицитом, с острой нехваткой боеприпасов и современной техники, с постоянными тактическими ошибками командования и толпой плохо обученных мобилизованных, Российская Федерация уже к лету понесет серьезное фактическое поражение в попытке захватить Украину. У России с каждым днем возможности полноценно вести полномасштабную войну все меньше и меньше. Поэтому она может через какой-то определенный период времени спузить свои действия исключительно по каким-то определенным локациям. Поскольку удерживают, например, всю линию фронта или всю зону боевых действий, все плацдармы, которые она сейчас временно занимает, попросту у нее не будет возможности. Продолжение следует...